Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших интервью, который посвящен визиту Тимоти Голови в Россию. Меня зовут Юлия Алексеева, я профессиональный коуч, член оргкомитета по визиту Тимоти Голови. И я очень рада представить сегодня нашего гостя. В последнее время в Москве, вот я смотрю сейчас за окно, холодно и пасмурно, от общения с нашим гостем становится тепло и ясно. Я очень рада вам представить директора Международного центра профессионального коучинга ICP-центр, кандидата психологических наук, мастер сертифицированного коуча, автора ведущего программ профессионального коучинга, менторинга и супервизии, автора единственной в России программы коучинг в спорте, активного пользователя теории внутренней игры, коуча лидеров Ольгу Рыбину. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Слушала этот весь список и поймала себя на мысли, неужели это я? Вот так работает наш «я-один». Да, и вот мы сразу, мы сразу как раз переключаемся на обсуждение Тимоти Голы. Расскажите, пожалуйста, о вашем первом знакомстве с ним. Это был 2002 год, я очень хорошо помню. Я тогда работала, уже работала со спортсменами и активно искала возможности усиления работы. А тогда я была просто психологом и искала методы, психологические методы работы со спортсменами. Но мы знаем, что психология, спортивная психология, она была очень развита в Советском Союзе. Потом как-то все это дело подзабыли. И вот я ездила в библиотеки, искала материалы, научные данные, как усилить работу со спортсменами. И тогда вот где-то оно просто промелькнуло, что есть люди, которые работают со спортом, но активно работают со спортом, но они не в России. И вот уже в 2005 году я прямо стала активно искать, где же мне почитать работать в Матю Голе. И их не было. Их просто не было в России. Я мучительно искала, где в интернете не было, в магазинах не было. И тогда я нашла совершенно случайно, вышла на какую-то питерскую организацию, сейчас уже даже в деталях не помню, и они предложили распечатать меня. То есть у них есть русский перевод, и они готовы со мной поделиться. В 2005 году я уже имела на руках перевод. Я так понимаю, что это был личный перевод чей-то, кто поделился. Но я была счастлива, несказанно, что у меня есть этот перевод на руках. Я прочитала, сказать просто, прочитала с карандашом в руках, читала эту книгу, вникала в каждую строчку. И я настолько впечатлилась вот этой теорией, простотой этой теории. Конечно же, не могла не воспользоваться ей в работе с теми, с кем я тогда работала. Это спортсмены, это спорт высших достижений. Спасибо, Ольга. Действительно, книги Тимоти Голви, они так долго не были переведены. Даже сейчас, по-моему, у нас только работа, как внутренняя игра, и внутренняя игра в спорте есть переводы. Вот интересно, вы рассказывали про спортсменов, про работу с ними. А как вот это понимание, концепция внутренней игры может усилить, например, работу коуча со спортсменами? Ну, я бы посмотрела более широко. Я бы посмотрела на то, как вообще может понятие внутренней игры и понимание этой внутренней игры усилить работу коуча. Работает он со спортом, с бизнесом, использует в любом направлении. Мне кажется, это фундамент работы коуча. Если внимательно почитаем компетенции коучинга, то мы увидим, что первое – это то, что называется, и коучи очень часто используют, – это коуч-позиции. То есть такое особое мое отношение к человеку, с которым я работаю, и это фундамент работы вообще любого коуча, в любом направлении. И вот очень трудно объяснить, что это такое за внутреннее твое состояние, что это такая за твоя внутренняя позиция по отношению к твоему собеседнику. А через теорию Тимоти Голги объяснять это очень просто. Есть Я-1, есть Я-2. И, пожалуйста, тебе научись позиции Я-2, осознай, что это такое, и относись через эту призму к другим людям. Что это значит? Это значит без оценки, с доверием, с принятием того, что в мире сейчас, каков ты, что с тобой. И если коуч научается делать это, то он становится очень важным коучем. Другими словами, вот эта вот теория внутренней игры, Тимоти Голги, это первое, с чего нужно коучу вообще начинать путешествие в свою профессию. Ибо это база. Ибо вот еще расскажу, это фундамент. Спасибо большое. А какие еще преимущества может взять для себя, может быть, просто человек из теории внутренней игры? Я бы сказала, опять-таки, это ключевое. Если говорить вообще про теорию внутренней игры, она же о том, что внутри нас всегда есть внутренний диалог. Кто-то с кем-то разговаривает. Всегда есть внутренний диалог. И если ты понимаешь, кто с кем говорит, и кто сейчас может выйти на первый план, и кто сейчас эффективнее, ну вот это же ключ к управлению своей собственной эффективностью. Какая твоя супруга, чей сейчас голос внутри тебя главнее и важнее, кого тебе важно выпустить на первый план. Это все равно, что в игре, в баскетбол, кто сейчас ключевой игрок? Это третий номер? Это будет нападающий, это будет защитник? Кто? Кто сейчас ключевой игрок? То же самое внутри с каждым человеком происходит. Кто мой сейчас ключевой игрок? Кто сейчас будет эффективнее во внешней игре? Но это высокая степень осознанности. И не зря Тимати Головина говорила о том, что все начинается, пункт первый – осознанность. Я осознаю, я доверяю тому, что со мной происходит, я доверяю своей интуиции, почему я именно этого игрока выпускаю, и я делаю выбор. Да, я выпускаю именно этого игрока, потому что я оцениваю ситуацию именно такой. Но суть внутренней игры, она в этом – осознавать, кто твои внутренние игроки, кто сейчас ключевой, сообразно той ситуации, которая сейчас сложилась в огне, и кого ты выпускаешь. Тем самым я беру ответственность за исход ситуации, за свое самочувствие, за то, как оно сложится, за отношения с другими. Но вот опять-таки много говорю, но мне кажется, что это ключ. Это ключ к успеху не просто в профессии, в бизнесе, это ключ к успешной жизни вообще. И когда ты разговариваешь с ребенком, какой твой игрок сейчас полезнее? Тот, кто будет диктовать условия и говорит, что вот только так, или тот, кто спросит, солнце мое, что с тобой сейчас происходит? Вот оно, пожалуйста, это жизнь. Ольга, вы так красочно сейчас это описали, я представила себе вот этих двух игроков, которые передают друг другу баскетбольный мяч. Спасибо большое за эту метафору. Скажите, пожалуйста, а что можно порекомендовать тем, кто еще не знаком с работами Тимати Голой? Прочитать. Как минимум прочитать. Прочитать, осознать. И то, знаете, какая штука еще интересная. Тренеры, с которыми я работала, я им рекомендовала почитать, то есть ту распечатку, которая была у меня, я им передавала из рук в руки, что называется, давала почитать. Они читали и говорили, да, классно, но это нам не подходит. Это нам не подходит. У нас же командный вид спорта. И я понимаю, что просто прочитать, это мало. Очень важно пообщаться с тем человеком, который разбирается, то есть который помог бы разобраться вот в этой сути, который помог бы расставить точки. Потому что иногда то, что там написано, оно воспринимается прямо буквально. А здесь ведь очень много таких метафор. Даже вот это вот само понятие «внутренняя игра», но это же метафора. Это чистая вода метафора. И нужен проводник. Именно поэтому, я так думаю, вот встреча с тематикой голове, она может для каждого человека стать прямо уникальной, открывающей мир. Здесь появляется возможность услышать от первоисточников, а что же это такое внутренняя игра, и как эта внутренняя игра в жизни в твоей проявляется. Соотнести с тем, что сейчас у тебя происходит. Поэтому я за встречу с героями, я за встречу с теми, кто является автором. И вот еще раз, прямо это уникальная возможность встретиться с человеком, который все это описал, это же он обобщил свой опыт, и нам дал прямо готовую форму уберить и пользусь. И спасибо и организаторам за то, что сделали это. Потрясающее возможность для всех. Ольга, спасибо большое. Спасибо, что вы нашли время на это интервью. Спасибо, что вы были с нами. Дорогие друзья, мы приглашаем вас использовать эту уникальную возможность и посетить практически семинар Тимати Голи, который состоится 17-18 ноября. Под видео вы можете увидеть ссылки для регистрации. Заходите. И мы вас всех очень ждем. Спасибо. Спасибо, Юлия. Спасибо. 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 Продолжение следует...